МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Туфли – это наше женское всё. Вот только по какому-то неписанному закону оказывается, что самые узкие и самые неудобные туфли – самые нужные и самые красивые. Исправить ситуацию могут профессионалы по ремонту обуви. Сегодня мы к ним заглянем. Ольга научилась всему сама. Помощь, врождённая аккуратность и навыки профессиональной швеи. За пять лет работы Ольга научилась мастерски управляться с электроточилом и сапожным рашпилем. И, конечно, она точно знает, как сохранить любимые туфли. Вот чтобы сделать носики, как бы не разбивались в кожу, чтобы здесь не сарапалось, мы делаем сюда полиуретановые носики. Вот из такого материала. Потому что бывает, что новые обувь приносят, прямо покупают в магазинах и боятся с острыми носиками. И приносят новые обувь и говорят, сделайте нам, пожалуйста, такой носик. Место для полиуретановой заплатки на подошве вытачивают с помощью электроточила. Заплатку для начала вырезают ножницами по контуру. Теперь приклеить одно к другому. Причём здесь тоже немало нюансов, от которых будет зависеть качество всей работы. Например, клей нужно наносить слоем определённой толщины и дать ему подсохнуть строго определённое время. Это просто так не приклеишь, потому что клей уже высох. Как бы у меня есть плитка. Она тёплая, как бы. И мы её сейчас нагреваем, что материал, что и туфлю. Так, вот теперь, наверное, всё. И наклеиваем ровненько, красиво, аккуратно. Теперь саму заплатку нужно обточить. Работа эта сложная, требует определённой сноровки. Тем не менее, я решила попробовать сделать это сама. Работа с обувью не всегда чистая, поэтому, конечно, мне выдали фартук. Вообще, надо сказать, что работа очень опасна, потому что есть вероятность задеть кожу, и можно тогда испортить чужую обувь. Это очень страшно. В день через руки Ольги проходит от 10 до 30 пар обуви. Как шутит сама Ольга, моя работа вместо фитнес-зала. Руки так и мелькают над столом, не уследишь. Ведь здесь заработок напрямую зависит от скорости выполнения заказов. В удачный месяц выручка около 30 тысяч рублей. Самое главное – это аккуратность, чтобы люди с доверием пришли к тебе и принесли обувь. Вот сказали, Оль, сделай, как ты хочешь. Я всё тебе доверяю. Общение с клиентом – важный аспект работы мастера. Конечно, в крупных мастерских приём и выдачу заказов ведёт менеджер, но в большинстве случаев это делает сам обувщик. И от него зависит, принесёт ли клиент следующую пару обуви или уйдёт в другую мастерскую. Клиенты мои как семья. Наверное, как домой ходят даже. Если есть, говорю, в основном, есть дедушки, бабушки, они придут, посидят, пообщаются, ботинок там принесут. Хватит, что даже деньги не беру я. Сделать красиво, приятно. И вот любому клиенту моему, наверное, который придёт, он говорит, ой, как красиво, как новенькие я заберу. Мне, наверное, это очень приятно. Увидев эту симпатичную блондинку на улице, пожалуй, никто бы не догадался о том, кем она работает. Мастера по ремонту обуви – это в подавляющем большинстве мужчины. Да и Ольге небольшой бизнес и сама профессия досталась от погибшего мужа. Решение заняться этой неженской работой пришло нелегко и далеко не сразу. В моей жизни, как бы, пришлось поработать мне и поваром, и водителем, и торговать. Пыталась даже вещами торговала, как бы. Всё равно вот пришла к тому, что никогда бы не подумала, что буду заниматься обувью, ремонтировать обувь. Всё-таки, наверное, это заслуга моих родителей, мамы. Моей мамы и папы в жизни многому научили. Не бояться забраться за любую работу, лишь бы выжить. Сейчас, наверное, я скажу, что мне уже нравится это. Я, наверное, вот дай бог здоровья мне, я пока отсюда никуда. Редактор субтитров А.Семкин